Энтони Макгилл встречается с Лемом Хайфилдом, и за два подхода удалось ему набрать лишь 24 очка, после чего Лем повел свою атаку. Два подхода удалось ему выйти вперед во фрейме, но он допустил на ошибку, правда, с третьего подхода все-таки удалось завершить начатое и выиграть стартовый фрейм этого матча. Во втором фрейме прошел данный удар Шотландца, именно он повел свою атаку. И сделал Энтони первую полусотенную серию в этом матче. Но набрав 56 очков, простой розовый забить ему не удалось, и Лем Хайфилд начал свою погоню, действовал он также в хорошей позиции, но дойдя до последнего красного, отправить его в лузу не сумел, и фрейм остался за Макгилл. В третьем фрейме вновь Энтони начал атаку. Непростая была позиция у Энтони, и за несколько подходов он набирал очки и смог все-таки выиграть третий фрейм, и впервые в матче вышел вперед. В четвертом фрейме повел атаку Лем Хайфилд. Но в ней набрало не меньше 32 очка, после чего у Макгила прошел отличный дальний удар, и действовал Энтони в открытой позиции, правда без черного. У нас были остальные цветные шары в хорошей позиции, и Макгилл одним подходом серии 70 очков, наформил победу в третьем фрейме подряд, и счет стал 3-9. И в пятом фрейме прошел дальний удар, и получился выход на цветной, и вновь Энтони повел серию. На этот раз удалось ему провести еще одну полусотенную серию, 71 очко, и счет в матче стал уже 4-1 в пользу шотландца. Несмотря на все попытки Лема Хайфилда поставить Сункер в концовке, правильно успешно это все увеличилось. А вот в шестом фрейме удалось, наконец, повести атаку уже Хайфилду. Не простым, это был дебют этой серии, но уверенно вывести Хайфилд, и сумел он набрать 59 очков в своем подходе. Дальше, правда, продвинуться не удалось. Имея отставание 59 очков, начал Могил Погоню, но черный оставил около лузы, и фрейм этом не завершился. Ну, здорово начал действовать Хайфилд, и в седьмом фрейме повел он очередную атаку, набрав 23 очка, правда, отыгрался. На Могил Погоню провел непростой удар и повел ответную серию, в которой набрал чуть больше очков, 38. Но со второй попытки удалось Могилу завершить начатое, и счет матча стал 5-2. 36. 44. Прошел. Отлично. Дальше. Прошел. И удалось ему в этом подходе набрать 55 очков, и допустил Лем ошибку на красном, оставив его на около лузы. Этот красный Могил забил, но серию повезти ему не удалось, и фрейм остался за англичанином. 23. В заключительном фрейме первой сессии повел атаку Энтони Могил, и удалось ему за два подхода оформить победу во фрейме и уйти на перерыв при счете 6-3. Воскресенье. Спасибо. Спасибо.